Здравствуй, Мурико! Я ещё таких гераний не видела огромных в жизни. Как им хорошо было на улице. Притащила их домой пока что на один вечер. Завтра муж поедет, отвезёт всё это маме. Она там их обрежет, посадит. Ну, до чего много посадочного материала. Тут можно начеренковать, кто занимается этим. Либо продажей, либо разведением. Я, конечно, этим заниматься не буду. Отправлю маме. Оставлю себе один кустик. И всё на этом. Очень шикарные герани. Очень. До чего им нравится на улице. Такие кущи побольше, наверное, чем полметра. Посадила герани и компанулу принесла с клумбы. Тоже уже посадила. С клумбы я себе оставила одну герань, которая цветёт розочками. Она такая розово-будная. Вот. Очень красивая компанула. И это мне дали черенок герани. Тоже очень красивая. Она какая-то красно-малиновая. Она мне нравилась у соседки в клумбе. Потому что я сегодня всем пока копала, раздавала. Раздавала кислицы свои. Я их пообрезала. В общем, дала одной соседке. Поделилась с другой соседкой. И мне кто черенок подарил, кто ещё что-нибудь подарил. Так что такой обмен у нас. Лефенбахи у меня другая. Поставила в этом красивую в подъезд. На окно мне. И я обрезала листики, потому что они очень масштабные. Сейчас я эти резинки посушу. И эти резомы можно сохранять до весны. Можно и посадить. Просто прикопать в какой-нибудь горшочек. Может быть, я вот так прям прикопаю. И у меня будет посадочный материал на следующую весну. 25 октября. Клумба ещё не полностью убрана. Будет убираться передний план и задний план. Это однолетники пархатцы низкорослые и крупноцветковые. А так в основном уже всё убрано. Это комнатные цветы уже занесены домой. То есть уже не страшно заморозкам. В ближайшие дни будут у нас первые заморозки. Комнатные цветы уже занесены. Уже не страшно. Розы не боятся. Всё остальное тоже как бы многолетние. И заморозков, и морозов не боится. Такая вот клумба осенняя. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Всем пока-пока.